Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. Под прошлым видео было очень много комментариев касательно домашней еды. Именно поэтому у нас сегодня долма из листьев винограда с говядиной. Рецепт, кстати, я вам обязательно оставлю в инфобоксе. Здесь у нас котых. Это густой кефир вот такой. Очень вкусно получается. Прям вообще божественно. Я обожаю это блюдо. Вот, например, плов. Многие пишут в комментариях, почему, Айка, ты не готовишь плов и не снимаешь мук-банк. Дело в том, что плов я не очень люблю. А вот долма... Мммм... Еще блю с лавашиком. Все не поместилось на столе. Хочется, чтобы все было поближе. Поэтому... В общем... Вчера вечером мы увидели с парнем. Сходили в ресторан. Сначала думаю, может, темно он не заметил. Потом сели в одном месте. Там вроде освещение хорошее. Я смотрю, вот так делаю волосы. Там, не знаю, вот так поправляю прическу. И что вы думаете, он даже не заметил, что я подстриглась и покрасилась. Хотя я вам сегодня специально в инстаграме сняла историю и показала, насколько короче стали у меня волосы. Не заметил. Вот у меня отец такой же. Вообще ничего не замечает. Однажды я сделала красно-красные губы. Такие, знаете, чуть ли не черные. Такая матовая помада. Только-только начали быть модные вот эти матовые помады. У меня папа такой. О, Айка, ты начала краситься. Повзрослела моя дочь. А я такая думаю, блин, я уже три года крашусь. Там стрелки подвожу. Тушь и все дела. Отец у меня никогда не заметит такие вещи. Но парень, я все думала, что он внимательный. Многие мне нравятся, что я говорю парень, парень. Просто я привыкла его имя говорить именно на азербайджанском языке. То есть на русском языке. Это Равшан. А есть на азербайджанском. Это Равшан. Я привыкла его называть Равшан. Когда я это говорю в видео, все начинают в комментариях. Да какой Равшан? Это же Равшан. Из Джимшут. Из нашей Раши. В общем, нифига никто ничего не заметил. Хотя нет. Не то, что никто ничего не заметил. У меня соседка заметила. А мой парень не заметил. Кстати, насчет соседей. Если кто-то из моих соседей меня смотрит. Я очень извиняюсь. Я реально очень плохо запоминаю лица людей. Каждый раз, когда сажусь в лифт, я забываю, что это мой сосед, который прямо рядом. У меня память на лице просто ужасная. Иногда я иду по улице, я вижу человека. Я думаю, блин, что-то знакомое. Что-то где-то я его точно видела. И никак не могу вспомнить. Но потом чисто случайно могу в инстаграме увидеть, что, например, написала моя бывшая одногруппница. А я не помню. Но иногда, когда я листаю инстаграм, смотрю, у нас настолько девчонки изменились. Все попеределывали носы. Все попонаращивали волосы, губы, скулы. То есть уже реально не узнать их. Очень сильно все изменились. Пара-тройка девчонок осталась в первоначальном виде. Мне кажется, я тоже изменилась с тех пор. Губы сделала. Кто не знает, я губы делала. Немножко поправилась. Когда я в универе училась, совсем худенькая была. У меня нос оказался вообще огромным. А чуть-чуть поправилась. Появились щеки, появились губы уже. Хочешь, не хочешь, нос на этом фоне кажется, чуток поменьше. И слава богу. Рецепт на долму. Обязательно оставлю. Заглядывайте в инфобокс. Телефон не взяла с собой. Минуточку. Хотелось бы ответить на вопрос Ольга Локтева. Олечка, вам огромный привет. Спасибо за то, что смотрите. Спасибо, что пишете комментарии, задаете вопросы. Мне это все очень приятно. Айка, можешь, пожалуйста, ответить на вопрос. У тебя были прям сильные разногласия с семьей, с мамой, с папой? Чтобы ты прям сильно обижалась и не разговаривала ни с кем. У меня всегда всю жизнь были хорошие отношения с родителями. Но был один короткий период, когда мне было 13-14 лет. Даже не 12-13 лет. Это переходный период. Реально в этот период ты думаешь, что никто тебя не понимает. Никто тебя не поддерживает. Многие вещи тебе кажутся неправильными, например. Меня родители никуда не пускали. И до каких-то пор меня это все устраивало где-то 10 лет. Потом наш класс ехал по Золотому кольцу России, по городам. Это где-то на 3 дня, на поезде. Не помню точно, как было. Но, в общем, мама мне запретила ехать. Сказала, во-первых, нет денег. Во-вторых, мало ли что может произойти. И тут у нас начались скандалы. Я не понимала, почему все едут, а я нет. Я как лошара сижу дома. Знаете, дело было даже не в том, что мне хотелось увидеть эти все места. Я просто не хотела быть белой вороной, что все едут, а я нет, а мне не разрешают. И вот на этой почве начались какие-то недопонимания. Уже на тот период были мысли, что мы переедем. Я спорила с родителями, я объясняла им, что либо мы переезжаем и закрываем эту тему, либо не переезжаем и продолжаем жить здесь. Мне раздражало то, что я нахожу друзей, и я даже не знаю, я смогу с ними общаться дальше или нет. То есть какое-то подвешенное состояние. Меня все бесило, все раздражало. Хотелось чем-то заниматься помимо учебы. В общем, самый такой тяжелый период. Я правда не уходила из дома, там не было такого, что я хлопнула дверью, ушла, наорала на маму, нет. Просто я уже ничего не рассказывала маме, никак не делилась с ней. Не было того понимания, как было раньше. Скандалы были на разных почвах. Когда мы жили в России, мне не разрешали одеваться как-то коротко, вульгарно, вызывающе. Мама всегда говорила, ой, там мы мусульмане и так далее. Ну, когда мы переехали в Азербайджан, в Баку, я просто посмотрела на людей вокруг, как одеваются девчонки здесь. И просто я маме сказала, знаешь что, я буду одеваться так, как я хочу. Посмотри, как мусульмане одеваются здесь. Реально, вот нерусские в России намного больше чтят традиции, чем они же здесь, в Азербайджане. Реально. И в тот период мне хотелось одеваться там короткие шорты какие-то, там рваные джинсы, не знаю, топики, чтобы оттуда вылезали трусы. Мне это все нравилось. Мама была против, что нет. Сейчас, возможно, я просто повзрослела. А, возможно, и просто общество. Но здесь сходи погуляй, посмотри, как девчонки здесь одеваются. Сразу вопросы с внешним видом одежды сразу отметаются. Элементарно я помню. Я очень любила рисовать, мне это нравилось в тот период. Мама постоянно говорила, зачем тебе это надо, готовь все к универу, там, не знаю, лучше учись, занимайся. Я говорю, мам, я сделала все свои уроки. У меня всего одна четверка в четверти. Всего одна по русскому языку. У меня вообще языки никогда не шли, реально. До сих пор пишу с ошибками. И по сей день я считаю, что мама была не права. Потому что вот ребенок сделал уроки. Либо я должна пойти погулять, либо должна чем-то заниматься. Но какое-то хобби же должно быть. А мне кажется, мама в тот период считала, что я 24 на 7 должна только заниматься. Курить, пить, понятное дело, у меня никогда такого особого интереса не было. Этот интерес появился со временем. Этот интерес появился сейчас. Когда я не могу заснуть, конечно, можно выпить. В общем, всех конфликтов я так и не вспомню. Но конфликтов было много. И связанных и с одеждой, и со вкусом, и не знаю, много чего. И вы знаете, чем старше я становлюсь, уже где-то в 19, в 20, я начала так хорошо понимать маму. И даже вы знаете, в каких-то вещах я была бы гораздо строже с самой собой, чем мама. А когда у меня появился сын, Твикс, я вообще очень много чего поняла. Кстати, скоро у Твиксика день рождения. Я вот не знаю, мне хочется сделать ему днюху. Ну, такой в кругу семьи сделать туртик, свечки. Хотя я понимаю, что он нифига не поймет. Но просто с нему покажу вам в истории, какой мы пати замутили в честь дня рождения Твиксика. В общем, на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно переходите в инфобокс и смотрите рецепт этого прекрасного блюда. А с вами была Айка. Всех люблю. Пока.